Приветствую вас, Инна. Первое мое вот такое впечатление от вашего текста, это такое, что вот знаете, какой-то вот принцип Толеона, какой-то действует у вас, то есть вы как будто бы хотите отомстить своему молодому человеку за то, что он вас оскорбил. То есть вы хотите компенсации какую-то за то, что вас оскорбили. Вы знаете, я бы сказал, что отношения построены на вот таком принципе Толеона достаточно плохо выстраиваются, потому что все-таки это не совсем искренняя история, это не совсем искреннее взаимодействие. Вот. И в общем-то вопрос, он наверное, вопрос скорее к вам. Почему вы хотите, чтобы человек, грубо говоря, как-то вот, как-то вот раскаялся, да, как-то вот одумался и так далее. Почему вы этого хотите? Вот. Мне кажется, это очень важная история. Мне кажется, это очень важный момент на самом деле. А вот так как, ну, это напрямую влияет на то, как в дальнейшем вы будете выстраивать с ним отношения с мужчиной. Да, я понимаю, что вас задело и обидело его поведение. Я не считаю, что молодой человек поступил правильно, я не оправдываю его ни в коем случае. Я ни в коем случае не говорю, что он прав, но я также понимаю, что если вас задевает поведение, если вас задевает отношение человека, то это в первую очередь вопрос к вам. Это в первую очередь вопрос к тому, как вы сами к себе относитесь, как вы сами себя воспринимаете, и как вы сами себя видите, насколько легко вас, например, задеть. Вот. И если вас задевает что-то, то вначале нужно поработать с тем, что вас задевает, а после уже решать, что делать с молодым человеком. То есть не на эмоциях, да, не на эмоциях, условно говоря, определять, какое будущее вас ждет, какое будущее ждет ваши отношения. А именно вот как можно более непринужденно, да, и как можно более естественно это делать. Потому что, ну есть разница, мне кажется, когда вы делаете, когда вы принимаете решение, основываясь, допустим, на обиде, и когда вы принимаете решение, основываясь, например, на своих чувствах к молодому человеку. Вот. А также я думаю, что ссора не возникает на ровном месте, я думаю, что у ссоры есть свои причины. Вот. И я думаю, что вы внесли вклад, я думаю, что вы внесли вклад в конфликт с, ну, с молодым человеком. И я думаю, что вам нужно взять ответственность за то, что ссора между вами стала возможной. То есть, не обвинять себя, да, обвинять себя ни в коем случае не нужно, вот. А именно просто взять ответственность на себя, вот, и посмотреть, почему именно вы начали ссориться, почему именно вы приняли участие в конфликте, и что конкретно вас задело. Вот. И вам в любом случае, если ссора произошла, вам тоже нет за что извиниться, даже если вы молодому человеку не оскорбляли. И вот я думаю, что подобное начало, или, лучше сказать, подобное начинание, да, вот подобное начинание как раз таки и будет являться, ну, показателем, насколько вы готовы к продолжению отношений. То есть, если вы готовы извиниться за свою часть, за свой вклад в создание ссоры, если вы готовы извиниться. И если вы извинитесь, если вы действительно сделаете вывод, если вы сделаете анализ ваших отношений, и поймете свои ошибки, которые вы допустили, вот, в отношениях, если вы увидите свои ошибки, то в таком случае я думаю, что шансы на то, что вы сохраните друг друга будет гораздо больше. А пока что вы просто спрашиваете нас, как лучше манипулировать человеком, вот, как лучше вызвать в него чувство вины. Вот, это, к сожалению, вот такая классическая позиция жертвы, вот, ни к чему хорошему не приводящая. Потому что жертва, она, в общем и целом, ну, достаточно, достаточно честная. Я бы сказал, что, наверное, практически всегда является несчастным и практически всегда есть некоторые проблемы и трудности. Подобного склада человека, вот, а если вы этого не хотите, то вам нужно проделать вот ту самую работу, о которой я говорю. Что касается вашего текста, значит, прости сразу или все-таки надо в конце недели, отвечать ему или нет, то как вам самой хочется. Вот серьезно. Как вы сами хотите? Чего вы сами хотите? Хотите написать ему сейчас? Чувствуете, что обида не актуальна уже? Тогда напишите. Отношения не любят формальности. Если сомневаетесь, если чувствуете обиду и желания писать нет, лучше не пишите. Ничего хорошего в неискренности нет и быть не может в принципе. Вы сомневаетесь, судя по всему. Так покажите, скажите. Игнорирование человека это не показатель, это скорее демонстрация такого своего рода извращенной формы внимания. Понимаете, какая штука. Но самое главное это то, насколько вас задело оскорбление. Это не значит, что его оскорбление как бы нужно оправдывать. Нет. Но между приемлемостью и неприемлемостью каких-либо действий и тем, что вас задевает, есть большая разница. Как есть проблема в том, что вы участвуете в ссорах, которые как правило являются следствием того, что человек боится эмоциональной близости с другим. Подумайте, из-за чего вы ссоритесь? Просто спросите себя, из-за чего вы ссоритесь? Почему вы ссорились с человеком? Пока вы с этим не разберетесь, двигаться дальше в отношениях нет смысла. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.